Друзья мои, всем здравствуйте! Сегодня на обзоре у меня телефон бренда F-150 Air 1 Ultra. Вот такая вот интересная модель. Сейчас этот телефон продается на Алиэкспрессе в двух версиях, в двух цветах. Это черная расцветка, вот такая вот, красивый телефон. И белая, Obsidian Black и Frost White. Посмотрите, как круто он выглядит еще и в белом цвете. И стоит такой телефон версии 8-128 около 14,5 тысяч. Почему-то версия 8-256 сейчас недоступна. Доступна только 8-128. Цена менее 15 тысяч рублей. Ну что ж, вот такая огромная коробка квадратная, черного цвета. Внутри у нас сам телефон лежит с уже наклеенным стеклом. Даже не пленка, а это настоящее ударопрочное. Посмотрите, какое толстое стекло. Это очень хорошо, что стекло уже наклеено на экран. Такое редко, когда встретишь. Вот такой вот цвет, знаете, вот так вот на солнце посмотришь. Он как будто не черный, а как будто темно-фиолетовый. Но смотрится красиво. Мне нравится этот дизайн. Вот такие вот фирменные типа полоски. Три полосы. А здесь у нас динамик. Тоже такой стильный вырез. Вообще покрытие такое интересное, как оргстекло типа матовое. Здесь у нас блок с камерами. Вообще тоже интересно так оформлено. Все супернайт. Здесь есть датчик температуры. То есть ты можешь померить себе температуру. Термометр температуры своего тела. Две камеры. Раз, два. Расположенные по диагонали. Четыре разных вспышки. В общем, ну внешний вид уникальный. Своеобразный. Согласитесь. Этот телефон еще в таком неком обвесе небольшом. Ударопрочным. С усиленными углами. Прорезиненными вот этими вставками боковыми. С левой стороны кнопка с насечками дополнительная. С правой стороны кнопка включения. В ней же сканер. И качелька регулировки громкости тоже с насечками. Телефон собирается, ну разбирается с помощью вот этих откручиваний винтиков, которые идут на боковине. Три здесь и три здесь. Сим-лоток подцепляется ногтем. Ну ногтем, конечно, тяжеловато будет. Все-таки его лучше какой-нибудь специальный, так, типа лопаточкой или чем. Потому что это металлический лоток. Ноготь можно просто поломать. Также сюда можно еще microSD флешку вставить. Вверху ничего нет. Внизу разъем для зарядки. Разъема для наушников здесь нету. Стандартного 3,5 мм. Телефон, несмотря на то, что защищенник, но он достаточно тонкий и легкий. То есть это такой минимально защищенный. Ну как бы не минимально защищенный, но знаете, как будто это смесь обычного телефона и защищенного. То есть по нему не скажешь, что это прям стопроцентный защищенник. Обычно они толстые такие, громадные, тяжелые. Этот нет. Этот почти как обычный телефон. Очень стильный, легкий и тонкий. В общем, мне нравится по дизайну. Чисто по дизайну я бы ему уже поставил, наверное, десятку. Выглядит очень интересно. Мне бы интересно было бы посмотреть, как он еще в белом цвете вживую смотрится. Также в комплекте есть зарядка. Зарядка черного цвета, быстрая. Это у нас 30 ватт. Быстрая зарядка. Кабель Type-C двухсторонний, причем такой вот тканевый, типа как оплетки. Толстый, качественный кабель USB Type-C. Также здесь есть конверт с документацией. Есть вот эта вот скрепка, чтобы открыть сим-лоток. И на конце у нее вот такая вот типа как крючок. Крючок специально, чтобы открыть этот сим-лоток, чтобы ноготь не сломать. Так вот крючком зацепляем и вытягиваем. Хопа! И сим-лоток здесь комбинированный. То есть, либо вы ставите две сим-карты, либо одну сим-карту и одну флешку. Ну все, готов я включить уже телефон. Зажимаю кнопку включения, жду, когда он запустится. Телефон, вообще этот бренд, очень такой своеобразный. У них и дизайн особый, сразу запоминающийся. И в целом у них есть еще такая уникальная фишка, как задняя такая светодиодная, типа полосы вот здесь. Они мигают. Вот эти две части, нижняя и верхняя, они светятся. На уведомлении это хорошо работает. При зарядке телефона это может работать тоже. Ну вот такой вот телефончик, ребят. Сейчас он запустится у меня. Итак, ну вот телефон и запустился. И здесь мы видим вполне современный дизайн. Нижняя рамка не слишком большая. Вверху есть дырка под фронтальную камеру. И экран с диагональю 6,8 дюйма. То есть это большой экран. Разрешение Full HD. IPS матрица 120 Гц. То есть экран такой навороченный по характеристикам. Да, это не AMOLED, но все равно интересный по характеристикам. И вот, как вы видите, засветился. Засветились вот эти вот две вставки. Красным цветом. Особенно это круто смотрится в темноте. Придает какой-то такой агрессивности телефону. Вообще он похож на какого-то хищника. Прям вообще смотрится бодро. Очень бодро. Очень интересно. И в настройках здесь можно выбрать целых три режима работы экрана. 120, 90 и 60. Обычно у телефонов, у которых есть 120 Гц, выбора всего два. Либо 60, либо 120. А здесь есть еще пробежуточный вариант 90 Гц. Вот это мне нравится. Сейчас у меня экран на максимальной яркости. Углы обзора в целом неплохие. Яркости экрана достаточно. Ну и по качеству тоже пиксели в глаза не бросаются. Экран большой, хороший. Толщина телефона 9,5 мм. То есть меньше сантиметра толщина. Для защищенного телефона это вообще прям супер-супер отлично. И весит этот телефон 260 грамм. Рамка телефона выполнена из сплава магния и титана. Это делает его еще более прочным. Такой вот сплав. То есть на сгиб. Если пытаться его вот так вот как-то сломать, он очень-очень прочный, очень крепкий. Итак, фишка этого телефона. Термометр. Где его найти? Вот он. Прямо на рабочем столе. Он уже есть. Заходим сюда. Термометр. И нажимаем вот на эту кнопочку и пытаемся замерить. Ну, то есть он показывает примерно сколько должно быть расстояние от человека, от кожи. Давайте попробуем на примере руки замерить. То есть термометр сам находится вот под вот этой камерой. Вот она. Вот он, термометр. Примерно вот так вот мы сейчас сделаем вот такое расстояние, как показывают, и начнем измерение. Так, 35,3 он показывает. Давайте еще раз. 35,8. Ну, не знаю. Может быть сейчас попробовать что-то холодное или слишком горячее измерить, чтобы посмотреть вообще адекватно он меряет или нет. Вот ради интереса достал из морозильника замороженную смородину. Ну, я не знаю, сколько она по градусам, но она ледяная. Пробуем измерить температуру. Идет измерение. 35 показывает. Еще раз. 35 ровно. А, он походу меньше 35 не может показать. Видите? 35, 35 и 35. Все время 35 показывает. А если кипяток замерить? Мне интересно пойти дальше, ребят. Ну, пошел все-таки вскипятил воду. Вот она, горячая вода. Попробуем. Мне просто интересно достоверность этого сканера. Этого датчика. Так, где-то сантиметра 3, да? Опять идет измерение. Во! Во! О! Короче, смотрите, все запотело здесь аж от этого кипятка. Смотрите, он рассчитан именно на температуру тела человека. Вот он сейчас показал мне 42. Это уже превышение. И он мне сразу пишет, как можно скорее обратитесь к врачу. А как будто я не знаю, если у человека будет 42 температура, как будто я... Ну, я так это... Продолжу чилить, там лежать где-нибудь на койке и спать просто так, да? Ну, спасибо, что предупредил. 42 градуса. Короче, как я понял, здесь есть небольшой такой диапазон. И он может именно измерить вашу температуру. И если она там меньше, если там минус какой-то, он уже это не покажет. Он именно вот настроен на измерение температуры тела человека, а не всей температуры вообще каких-то предметов. Вот. Ну, ладно, эта тема такая. Ящик для инструментов есть. И здесь меня удивило, знаете, что... Ну, вот такие вот классические инструменты здесь есть. Типа транспортир, все, что может пригодиться в стройке. Отвес. Часы даже. Я не знаю, зачем здесь такие полноэкранные часы. Может быть, кому-то пригодятся. Таймер. Ну, вся. Причем здесь все оформлено в таком вот стиле. Видите, у них виджет свой. В таком вот стиле, как, типа, собственный шрифт, да? Значки тоже нестандартной формы. Какие-то ромбовидные или что это? Раз, два, три, четыре. Восьмиугольники какие-то. То есть, у них свой какой-то собственный выработан стиль у этого телефона. Не только по внешке, но еще и внутренне, в оболочке это встречается. Вот. Также и здесь все тоже в своем стиле. Но мне больше всего понравилась симуляция звуков. Я захожу сюда, и здесь есть симуляция собачьего лая. Послушайте. Динамик сзади. Это просто зацикленный лай собаки. Он идет, идет, идет. Я не знаю, для чего в ящике инструментов может вам понадобиться лай собаки. Может какую-то другую собаку спугнуть или над своим... Или своего кота пранкануть, да? Есть также звук сирены. Это звук запуска двигателя автомобиля. Тоже не знаю, зачем он здесь пригодился. Ну и звук сос. В принципе, я могу это понять. Звук сос, если вы где-нибудь реально там на стройке или где-нибудь работаете в каких-нибудь сложных условиях. И вам вдруг нужна срочно помощь. Вы врубаете звук сос. И другие люди смогут вас услышать. В принципе, я это понимаю. Но вот зачем собачий лай? Зачем звук запуска двигателя? Ну, это прикольно. Может специально так сделали. Просто побаловаться. Есть шагомер. Есть лупа. Лупа это, то есть, просто камера. Зум на камере. Ничего необычного. Никакой не микроскоп. Просто стандартный цифровой зум на камере. Есть, конечно же, фонарик. Фонарик, ну, базовая тема. Причем фонарик здесь не обычный, а четверной. Здесь 4 светодиода. Поэтому фонарик здесь в 4 раза мощнее, чем на обычном телефоне. Это круто, если вы работаете постоянно в каких-то темных условиях. Вам нужно часто пользоваться фонариком. Итак, дальше двигаемся по железу. Как я уже сказал, это версия 8.128, что неплохо, согласитесь. Это уже флагманский объем памяти. 8 гигов оперативы. Этого хватает пока за глаза. Я вам даже больше скажу. Это даже хватает с запасом на будущее. Это даже с небольшим таким реальным запасом. 128 гигабайт внутренней памяти. Тоже неплохо. Плюс можно вставить еще флешку. Что за процессор? А процессор здесь установлен Helio G99. Это очень популярный нынче процессор. Конца 2022 года. Который недавно вышел от компании Mediatek. Это обновленный G96 на новом техпроцессе. И чуть с возросшими частотами у ядер Cortex-A76. 2200, как конкретно частота. Видеоядро Mali-G57. Ну и, собственно, по бенчмаркам он себя показывает довольно неплохо. Он не поддерживает 5G. Зато есть поддержка 3G, 4G, Bluetooth, Wi-Fi. Набирает 360 тысяч в Antutu. При этом нагрев всего до 34 градусов. Охлаждение здесь работает отлично. Телефон практически не греется. Это мне понравилось. Дальше. По памяти. Память здесь тоже уже быстрая. UFS 2.2. 750 примерно мегабайт в секунду на чтение. 200 на запись. Почти как у моего Galaxy S22 было. Ну, чуть поменьше, но все равно очень похоже. Мульти-тач. Спокойно он отрабатывает 10 касаний. Держит их. Ничего не лагает, не тупит. Касания. Сенсор очень плавный. Очень такой приятный. Вообще не дерганный. То есть сенсор здесь реально как у флагмана. Прям приятно вообще. Стекло, правда, не самую лучшую алиофобку имеет. Сразу это. Ну, стекло здесь вот это защитное. Видимо простенькое, не флагманское. Модуль NFC. Обратите внимание, есть. Можно пользоваться бесконтактной оплатой. И по троттлингу тоже, как вы видите, график зеленый. Но вот тут в одном моменте он упал примерно на 20%. Производительность упала. Но все равно все вполне очень-очень неплохо. А вот это одна из самых прикольных фишек. Это вот эти вот светодиоды. Посмотрите, они разноцветные. Они мигают, когда музыка играет. На самом деле в этом нет какого-то особого смысла. Это просто классно смотрится. Так по-новогоднему, стильно. И, ну, возможно, это полезно, когда у вас телефон лежит экраном вниз. И, например, что-то там приходит. Вы сразу по этим светодионам можете понять, что что-то там происходит. Вот. Они разноцветные. В общем, выглядит интересно, стильно. Можно там друзьям показать, сказать, посмотреть, что у меня телефон умеет делать. Необычно. В любом случае запоминается. На фоне вот этих всех однообразных телефонов хотя бы какая-то новая интересная деталь. Здесь даже в настройках вынесен отдельный пункт, чтобы настроить эту вот ленту. Ленты. Называется огни F-150. Пикап. Ну, тут, правда, такой этот перевод тоже яморительный. Пикап огни дыхательный светодиод. Что это значит вообще? Я не понимаю, что это дыхательный светодиод. Включить, выключить. Время начала, время окончания. Brightness даже можно отрегулировать. Смотрите, можно сделать минимальную яркость свечения. Можно сделать максимальную. Тоже, конечно, это помаленечку, потихонечку садит аккумулятор. Вот. Ну, ничего страшного. Зато какие эмоции прикольные. От этого ты получаешь. Можно сделать так, чтобы эти огни горели всегда по умолчанию. Даже на заблокированном телефоне. Просто, чтобы они тупо светились и все. Ну, не знаю. Может быть, для красоты. Положил телефон вот так экраном вниз и смотришь, любуешься. Итак, по разблокировке. Здесь работает сканер. Работает так же, как и на всех телефонах. То есть, мы слегка касаемся этой кнопки и телефон сразу разблокируется. Также можно разблокировать телефон с помощью лица. Просто смотрим на экран и он разблокируется. Для чего нужна кнопка, которая находится слева? Изначально она ни на что не настроена. Хотя нет. Если несколько раз нажимать, то у нас активируется экстренный вызов. А если мы ее настроим? Есть ли здесь специальная настройка для этой кнопки? Интеллектуальная помощь. Так, это походу не то. Безопасность. Нужно найти в настройках, как активировать, как вообще настроить эту кнопку специальную. Вот, нашел наконец-то. Нужно зайти сперва в интеллектуальную помощь, потом вниз. Настройка команды. И вот здесь уже можно настроить эту кнопку. Допустим, на одиночное нажатие можно что-то открыть. Какое-нибудь, например, компас. На двойное нажатие какое-нибудь приложение, например. Ну, например, какое приложение? Ну, давайте AIDA64. Вот, я один раз нажимаю. У меня активируется компас. Ну, его нужно сейчас откалибровать. Я еще не калибровал. Два раза нажимаю. Нажимается. У меня активируется AIDA64. То есть, эта кнопка, она программируемая, и вы можете ее настроить под себя. Итак, что здесь по камерам? На самом деле, камера здесь тоже довольно навороченная, потому что основная камера имеет разрешение 64 Мп. И это модуль от компании Sony IMX686 с апертурой f1.9. То есть, это именитый, серьезный такой модуль. Здесь все камеры Sony. Фронтальная камера 32 Мп, тоже Sony IMX616. На 32 Мп фронталка. И есть еще 20 Мп камера. Это специальная камера для ночного видения. Когда у вас черно-белый режим активируется, но при этом в полной темноте вот эта камера ночного видения, она реально вывозит. Она может показать вам объекты, которые вы не видите даже своими глазами. То есть, это некое такое реально, как ночное видение. Но при этом камера будет черно-белая. Вот, это минус. А так, в целом, по камерам он очень так неплохо укомплектован. Смотрите, небольшие артефакты, зеленые уголки почему-то на кадре. Почему так? Что-то мешается, может быть, камере? Нет? Да вроде нет. Почему-то зеленые уголки. Давайте попробую сделать фотографию на 64 Мп. Она должна быть очень четкая. Да, и смотрите, на камере тоже почему-то после того, как я сделал фото, почему-то тоже на фото остаются эти зеленые уголки сверху. В чем причина? Не знаю. Так, ну это в любом случае можно будет обрезать. Даже если вам это не нравится, можно сразу зайти в стандартный редактор. Можно просто вот так срезать чуть-чуть и все. И они уходят. То есть, ничего в этом страшного нет. Просто такая какая-то особенность. Итак, ну и вот как выглядят фотографии в 64 Мп. Ну, честно говоря, ну, не идеально. Не идеально. Фронтальная камера. Переключаемся на нее. Делаю фото на 32 Мп. Здесь, как я понимаю, они уже активированы сразу. Режим 32 Мп. Так, делаю фото. Можно сделать HDR. Можно даже вспышку экраном сделать. Да, вспышка экраном есть. Портретный снимок можно сделать на фронталку? Походу нет. Или есть? Можно. Можно портретный снимок на фронталку тоже можно сделать. Итак, вот такая вот карточка, фотокарточка получилась в режиме 32 Мп. Ну, тоже вполне себе неплохо. Не сказать, что прям вау, как круто. Но для такого телефона вполне, вполне неплохо. Видео снимает телефон в формате Full HD. С фронтальной камеры, с задней камеры. Думал, может быть, 2К хотя бы. Нет, тоже Full HD. 30 кадров в секунду. Стабилизация. Отсутствует. Да, к сожалению. А, вот есть. Есть. Можно ее включить в настройках. Электронный стаб есть. Но угол обзора тогда режется. По настройкам что еще есть? QR-сканер. Есть замедленная съемка видео. Есть, наоборот, ускоренная съемка видео таймлапсы. Есть подводный режим. То есть, это если вы хотите фотографировать что-то под водой, тогда вы фотографируете не нажатием на экран, а нажатием на физические кнопки. Чтобы выйти из этого режима, нужно нажать кнопку питания. Да? Или нет? А, нет, это переключение на фронталку. А как из этого режима-то выйти? А, нажмите и удерживайте кнопку питания. Вот здесь написано внизу мелким текстом. Все. Все-все-все. Вышел. То есть, по камерам, в целом, здесь камеры по характеристикам неплохие, но по качеству средненькие. Динамик здесь один. Находится он на задней крышке. Вот он. Видите, вырез такой. И здесь сеточка динамика. Ну и музыка, светомузыка у нас играет тоже. Особенно круто, наверное, в темноте это будет смотреться. Оно еще соответствует музыке. То есть, как музыка играет, она подстраивается под музыку, под громкость. Красиво светится. И динамик довольно громкий. Тоже неплохо звучит. Качественно. Знаете, очень веселенький телефон. Реально какие-то положительные эмоции оставляет. Хоть вроде и не очень такой известный бренд. Не очень модель на хайпе. Не очень раскрученная. Ну, блин. Ну, реально какие-то веселые эмоции даже после него. Какой-то интересный телефон. Вот своеобразный. Ну и батарея здесь на 5000 ровно, как и у стандартных базовых телефонов. Практически у всех сейчас такая батарея. Ровно 5000. Поддерживает быструю зарядку. 33 ватта. Неплохо. Обещает производитель два дня работы от батареи. То есть, два дня с ним можно проходить. Итого, что я могу сказать про этот телефон. Знаете, за 15 тысяч это классный телефон на самом деле. Внешний вид 100% оригинальный. Ни у кого, наверное, такого похожего телефона не будет. Особенно вот с этой вот светящейся лентой. Интересные камеры. Набор камер. Да, здесь есть ночной режим. Здесь 64 мегапикселя Sony камера. Здесь 12-й Android. Что тут еще? Экран 120 Гц, Full HD, 6,8 дюймов. Нормальный процессор. Новый. Helio G99. Который ставится в аналоге этого телефона в том же ценовом сегменте. Тоже где-то за 15, там 14-15 тысяч. Процессоры такие же сейчас ставятся и в более известные бренды. То есть, это процессор не какой-то там отсталый, древний, слабый. Нет. Это вполне нормальный процессор, современный, энергоэффективный и довольно мощный. И в игрушки вы можете поиграть. 350 тысяч баллов. Звук тоже у него неплохой. Батарея неплохая. То есть, ну, все в целом очень неплохо у этого телефона. Если вам нравится он, можно взять. Можно взять. Реально неплохой телефончик получился у бренда. Продается в двух цветах. Такой вот темно-фиолетовый и белый. Ну и что. На этом все с вами буду прощаться. Ссылку я оставлю в описании на этот телефон. Всем удачи. И всем до скорых встреч. Пишите, что думаете. Понравился он вам или нет. Купили бы себе такой или нет. Всем чао. Субтитры сделал DimaTorzok